В 10 главе послания апостола Павла к римлянам мы читаем такое слово «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И в «Деяниях святых апостолов», в 3 главе, которую мы услышим завтра, в пятницу светлой недели, имеется удивительный рассказ о том, как имя Господне исцеляет человека. 3 глава так и начинается с того, что два апостола, Петр и Иоанн, приходят в Иерусалимский храм. Приходят они со стороны Красных Ворот, к которым от самой юности приносили неходячего мальчика. То есть он был хромой от рождения. Потом он возрастал, и все его хорошо знали. Этот человек, который сидел и просил милостыни, потому что он не мог работать, он от рождения был не способен ходить. И вот, когда подходили эти два апостола, то он посмотрел на них с той же самой просьбой, протянув им руку, чтобы они положили туда милостыню. Потому что он жил от милостыни. И вот что говорит апостол Петр этому несчастному человеку. Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Вот почему, дорогие, сегодня это прочитанное место из третьей главы Деяний Святых Апостол для нас очень важно. Мы с вами должны понять, что даже те, которые просто вспоминают Иисуса, уже получают от Него вразумление, наставление и помощь. Не случайно апостол пишет, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вот потому я хочу посоветовать всем вам, как можно чаще призывать имя слайчайшего Иисуса Христа, Господа Бога нашего. Есть очень короткая молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А теперь, в эти пасхальные дни, мы призываем имя Господа Иисуса Христа очень коротким и таким радостным, жизнеутверждающим «Христос Воскресе!» Кто призовет имя Господне, спасется. Я желаю всем вам спастись и в разум истинный прийти. Христос Воскресе!